Друзья, всем привет! Как понять, что перед вами поддельный шелл в 1-литровой канистре за 1 секунду. Я буквально на днях снимал видео про 4-литровую канистру, рассказал вам, как отличить подделку от оригинала, потому что оригинальная канистра шелл, пластиковая, сама по себе пластиковая канистра, она сделана очень никудышная, и зачастую поддельщики делают канистры даже лучше по качеству, чем это делают оригинальные заказчики для шела по пластику. По 4-шке там все гораздо более сложно, там обязательно надо проверять коды и так далее. По литровке все гораздо проще, я сейчас акцентирую ваше внимание на 3-4 нюансах, на которые стоит внимание обращать, и вы буквально за пару секунд можете проверить сразу сами оригинальность канистры. Просто делайте скриншоты экрана для того, чтобы было проще потом это все смотреть и сопоставлять. Не нужно ничего записывать, сделайте просто скрин экрана, сохраните себе где-нибудь на телефоне и пользуйтесь. Поехали! Способ номер 1 определяем за 1 секунду. С правой стороны оригинал, с левой стороны поделка. На ней, в части оригинальной банки, есть следы от размыкания пресс-формы. Внимательно смотрим, это полоска по периметру. Видим ее форму, такая ровно закругленная. Это оригинал. На поделке следы размыкания пресс-формы выглядят совершенно по-другому. Идет полоска, 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 видите, такая загибулина здесь. На всех поддельных канистрах абсолютно такая же картина. На всех оригинальных она вот такая. Просто затоскриньте себе, сделайте скриншот экрана и пользуйтесь. По этому способу можно определить на 100%, потому что пресс-форма, которая используется для производства оригинальной банки, для литья полиэтиленового высокого давления, она всегда стандартная. Согласовывается сто раз инженерами, технологами, дизайнерами и так далее. Поэтому вариаций быть не может. Отличие номер два, также технологии литья канистры. На торце канистры оригинальной есть мерная линейка, прозрачная полоска, которая начинается от верхней грани канистры и заканчивается внизу примерно 4 мм от нижней грани. На подделке это не соблюдено. Мерная линейка заходит либо за верхнюю грань, а внизу она не доходит до нижней грани. Либо, как вариант, она может находиться где-нибудь посередине, например, здесь. На оригинальной канистре только такая картина. Литровый канистр касается, конечно. Это второе отличие. Отличие номер три. Крышка. Это не явное отличие, потому что подделщики могут использовать разные виды крышек, в том числе и идентичные оригинальные. С правой стороны на оригинальной продукте крышка у нас защитное кольцо 2 мм, высотой на подделке 4 мм. Это такое явное отличие, которое бросается в глаза. Но, опять же, оно может быть не явным, потому что подделщики могут использовать разные виды крышек. Тоже внимание на это обращайте. Еще один забавный ряд, который подделщики допустили, это оригинальный продукт, это поддельный. На оригинальном продукте есть значок «Непищевые продукты». С левой стороны рюмка, с правой стороны вилка. Это стандарты, международный значок «Непищевой продукт». На поддельной канистре мы с вами видим с правой стороны рюмка, с левой стороны вилка. То есть они просто сделали в отраженном варианте. Но ошиблись, случайно так сделали. Это бывает не всегда. На поддельных канистрах есть и правильный значок, поэтому просто внимание на это обращайте. За скриньте, это оригинальный продукт. Справа вилка, слева рюмка. Если вы уже купили продукт, то обязательно проверьте проверочный код, который у нас указан, под верхней частью стикера, который клеится на верхней крышке. Сделать это нужно обязательно, несмотря на то, что остальные признаки будут совпадать. Еще один нюанс. Верхняя часть стикера на оригинальном продукте, когда вы его отклеиваете, обратно не приклеивается. То есть нет клеевого слоя. На поддельной канистре она приклеивается обратно легко. Опять же, это не показатель, потому что поддельщики могут это соментировать, это сделать достаточно несложно. И последнее. Проверяем код, который указан под верхней частью стикера на поддельной канистре на официальном сайте ac.shell.com, где есть специальное поле для ввода этого кода. Вводим 91, 22, 32, 46, 23, 64, 41, 97. Проверяем. Переводим ползунок в правую сторону. Нажимаем проверить. Срок действия кода истек. Код уже проверялся 16 раз. Вероняется, что продукт контрафактный. Что и следовало доказать. Обязательно не ленитесь, проверяйте код под стикером. Это работает на 100%. Вся-то лютейшая чушь о том, что поддельная канистра проходит официальную проверку на сайте Shell. Все те видео, это такой бред силы, как было. Тут у меня нет даже комментариев и слов по этому поводу. Все работает абсолютно нормально. Все проверяется. И проверяется только оригинальный продукт. Поддельный продукт не проверяется на официальном сайте Shell. Те видео, которые вы смотрели, можете своей бабушке показать. Качество полиграфии. Цвета на этикетке. Отступ этикетки от края конца. Канистры. Как нанесен бачкод. Каким способом. Какой шрифт используют. Какие отступы бачкода от края конца. И прочую. Чушь. Выкиньте из головы и вообще о ней не вспоминайте. Этикетки могут сделать поддержки абсолютно любые. Это вообще не проблема. Что касается бачкода. Бачкод уносит специально промышленным принтером, который как опциональное устройство устанавливается на каждой линии. То есть на заводнической линии на каждой линии стоит свой промышленный принтер. Это расходный материал, так как он работает на износ. Представляете, сколько он печатает количество за день этикеток. Так и дат, вернее на канистре. Это расходный материал. Он расходуется так же абсолютно, как и любой принтер у вас в офисе на работе. Поэтому принтеры ломаются. Принтеры меняются. Закупаясь принтеры другие. Потому что это не часть линии. Это отдельное опциональное устройство. Поэтому они могут быть совершенно разные. Их настройки могут быть совершенно разными. Шрифты могут быть абсолютно разными. На это внимание никто не обращает на заводе. Это нормальное абсолютно явление для всех стран. Без исключения. В том числе и для продуктов, которые выпускаются у нас в торжке на шеле. Поэтому внимания на это не обращаем никакого абсолютно. Забудьте про это.